48-летний Сергей Нитиевский откровенно рассказал о своей борьбе за фигуру. Бывший директор и участник шоу «Уральские пельмени» признался, как ему удалось постройнеть и улучшить состояние здоровья. Актер и телеведущий много лет посвятил телепроекту, который принес ему ошеломительную популярность. Сергей признался, что работа шла в ущерб его здоровью. В 2016-м вес Нитиевского достиг 109 килограммов. Он отметил, что набрал лишнее из-за неправильного питания, стресса и отсутствия физических нагрузок. Ситуация стала критической, его начали беспокоить боли в сердце и поджелудочной железе. Из-за приступов приходилось вызывать скорую. Врачи прописали артисту пожизненный прием таблеток для понижения давления, уровня холестерина и частоты пульса. Я спросил у врача, пожизненно. «Вы серьезно? В 40 лет?» Вспомнил слова мудрецов с Востока, что начинать лечение нужно с изменения питания. Китайцы говорят, какой смысл пить таблетки, если неправильно питаться, а если правильно питаться, какой смысл пить таблетки. И я нашел очень хороших, проверенных докторов, травников и тренеров, у которых по крупицам собирал информацию о правильном питании и здоровом образе жизни, пояснил Сергей. Нитиевский прислушался к своему организму и поставил цель – постройнеть. Он начал с голодания на воде, свежевыжатых соках, травяных отварах. Сейчас Сергей начинает утро с медленных углеводов, макарон из твердых сортов пшеницы, булгура, гречки, овсяной каши. Он полностью отказался от мяса, молока, молочных продуктов и сахара, и сладкого употребляет только фрукты и мед. После 19.00, никакой пищи. Артист начал пить по 2 литра воды в день. Ем только переработанные кисломолочные продукты, творог и сыры, еще я не ем мясо. Я и раньше его редко ел, а сейчас совсем от него отказался. А норму по белкам, закрываю горстью орехов, творогом, чечевицей, а иногда – морепродуктами, почему я не ем мясо. Это и внутренние ощущения и философские причины, так как мне импонирует буддизм, индуизм. Но кроме того, у нас просто нет нормального мяса, заявил шоумен. Сергей покупает только пойманную естественным образом рыбу, треску, кижуч, нерку, морской окунь, камбалу, и бездрожовый хлеб. Теперь в магазинах для меня неприемлем и 90% продуктов, признался он. Нитиевский отметил и важность здорового сна. Он старается ложиться не позже 23.00, чтобы давать организму отдохнуть. Телеведущий отказался от просмотра ночных передач. Перестал смотреть телевизор, залипать в соцсетях, смотрю в интернете только то, что интересно для внутреннего развития. Мне очень помогают йога, медитация и пранаяма. Это практики позволяют сбрасывать с себя проблемы. Так отстраняюсь от забот, форматирую жесткие диски в своей голове. Стараюсь культивировать в себе правильное мировоззрение. Тогда все легче воспринимаешь и ограждаешь себя от стрессов, подчеркнул Сергей. Артист напомнил, что нельзя достичь быстрого результата, но главное, начать меняться в лучшую сторону. Нитиевский занялся фитнесом, бегает и делает комплекс силовых упражнений на разные группы мышц. Он также посещает сауну и проходит курсы массажа. В результате я потерял 16 килограммов. Сейчас вешу 93 килограмма, размер одежды 50-52. Прежний гардероб пришлось отдать на благотворительность, отчасти шивать. Но это приятная процедура. Мне нравится процесс, расхламление жизни и тела. Это то, к чему сейчас движется мир. И я оставляю себе только то, что нужно. Чувствую себя отлично ем, когда голоден, а не когда есть еда. Цитирует звезду 7 дней. Молодая мама из Австралии за год похудела на 63 килограммов. Ее многодетной соотечественнице удалось за три года сбросить 30 килограммов. Британка избавилась от 69 килограммов через 1,5 года после начала работы над собой.